Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 21 тура серии А Беневента-Самбдория. Встречаются 11 и 10 команды текущего сезона. Статистика команд. Беневента в последних 10 матчах имеет 3 победы, 2 ничьих, 5 поражений. Самбдория в последних 10 матчах имеет 5 побед, 0 ничьих, 5 поражений. Беневента последние 5 матчей отыграл на тотал больше. В Самбдория последние 11 матчей не играет в ничью. Как видим, в последнее время Беневента играет нейтрально в плане результативности, в Самбдория чаще результативные матчи. В предыдущем туре Беневента проиграл 0-4 Интеру. Команда Инзаги поставила абсолютно антирекорд, ни одного удара по воротам соперника за весь матч. Интер запросто мог играть без вратаря. Также плохо ведьмы отыграли и в обороне, сделав все возможное, чтобы облегчить нападающим Интера задачу по забиванию голов. Однозначно худшая игра Беневента в этом сезоне. Самбдория проиграла Ювентусу 0-2. Гости добыли непростую победу. Второй гол Ремзи забил только на 90 плюс первой минуте, когда хозяева всей команды убежали добывать ничью. Победный гол на счету Кьезе, который отличился в середине первого тайма. В матче первого круга выиграл Беневента 3-2. Последние двоочные матчи были за ведьмами и оба на 3-2. Наверняка, Самбдория очень хочет взять реванш, зато поражение. Сейчас как нельзя подходящий момент. Команда Инзаги находится в далеко не самых оптимальных кондициях. Самбдория наоборот в последних матчах играет неплохо. У Самбдории два последних матча сыграны на 2-0. Это уже длинная низовая и нулевая серия для нынешней команды Раньери. У Беневента идет серия из 5 результативных матчей. Перед этим у команды Инзаги было 8 низовых матчей. Беневента лучше играет выездные матчи. Самбдория играет одинаково, что на выезде, что дома. В норме здесь гости не должны как минимум проиграть. А учитывая то обстоятельство, что обе команды очень мало играют ничьих, скорее всего, Самбдория должна бы взять реванш за поражение в первом круге. Игра скорее будет на условное 1-2, чем 0-1. Из связки ставок тотал больше обе забьют до победа гостей, самый высокий коэффициент стоит на победу гостей 2-54, на тотал больше 1-85, на обе забьют до 1-64. Учитывая тот факт, что на победу гостей стоит высокий коэффициент, логично взять более надежную ставку на победу гостей с форой 0 за 1-81, подстраховавшись от возможного ничейного результата. Вряд ли Самбдория согнется третий матч подряд команде, которая ее нисколько не сильнее. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. Если бы дядь Юра делал ставки, он бы наверное поставил на победу гостей с форой 0 за 1-81. На что ставить вам и ставить ли вообще, решайте самостоятельно. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.